Всем доброго дня! В сегодняшнем выпуске будем говорить коротко про самые главные события в Германии. Плагиат в немецкой политике – абсолютно нередкое явление. И на этот раз под прицелом оказалась докторская диссертация берлинского сенатора по транспорту Манни Шрайнер. По мнению экспертов по плагиату, она содержит множество отрывков, которые вызывают сомнения и возражения. В данном случае в научной работе плагиат был зафиксирован на 118 из 169 проверенных страниц. Это соответствует почти 70 процентам всей работы. Это означает, что около 19 процентов текста основной части докторской диссертации являются плагиатом. В связи с подобными обвинениями сама Шрайнер еще в начале августа объявила, что хочет, чтобы ее докторскую диссертацию 2007 года рассмотрели в университете Ростока. Предполагается, что подобная проверка продлится до весны 2024 года. Напомним, что нынешнему берлинскому сенатору по экономическим вопросам и бывшему управляющему мэру Франциске Гефай также предъявили обвинение в плагиате. В июне 2021 года ее даже лишили докторской степени по политологии за мошенничество при использовании иностранного контента в диссертации. Именно из-за скандала с плагиатом незадолго до этого Гефай пришлось отказаться от должности федерального министра по делам семьи. Но впоследствии, уже в сентябре 2021 года, несмотря на скандал, она возглавила берлинскую мэрию. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в среду в Бундестаге очень резко раскритиковал партию «Альтернатива для Германии». Цитата. «Подавляющее большинство граждан знает, что самопровозглашенная альтернатива на самом деле является командой по разрушению нашей страны». По его мнению, демократические партии должны работать вместе против сил, которые хотят получить политическую выгоду от разрушения и разжигания паники. Кроме того, в своей речи Шольц также предостерег от возврата к национализму, за который так активно выступает «Альтернатива для Германии». Как он выразился, процветание страны очень тесно связано с Европейским Союзом, поэтому призывы к созданию преград между государствами-членами, а также к расформированию Европейского Союза – это, по его мнению, ничто иное, как бессмысленное уничтожение благосостояния. Также Олаф Шольц признал, что общая политическая ситуация в стране на данный момент очень нестабильная, и это вызывает неуверенность у многих жителей Германии. Как подчеркнул канцлер, в таких непростых условиях граждане ожидают от нас смелых компромиссов, решения, а также практической работы на благо нашей страны. И подобные требования относятся также и к правящим партиям, которые в последнее время в Бундестаге по разным вопросам слишком много спорят. В настоящее время постоянная комиссия по вакцинации осенью рекомендует проводить ревакцинацию определенным группам населения, а именно людям старше 60 лет, людям с определенными заболеваниями, медперсоналу и работникам здравоохранения, а также родственникам пациентов из групп риска. Уже в ближайшее время в Германии появится вакцина, адаптированная к новым вариантам коронавируса, но только в дозах по 6 штук от компании BioNTech Pfizer. Согласно данным официальных СМИ, у любого, кто захочет пройти вакцинацию в Германии осенью, не будет особого выбора вакцины, так как из-за контрактов с ЕС федеральному правительству разрешено закупать только вакцину от BioNTech Pfizer. Как заявил глава Ассоциации фармацевтов Земли Северной Рейн-Вестфалии, контракты ЕС с производителями BioNTech Pfizer обязывали Германию закупить 17,5 млн доз вакцин в многодозовых контейнерах в этом году и по 15 млн в последующие два года. Это подтверждает централизованный контракт с компанией BioNTech Pfizer и им отдали предпочтения, привилегии и соответственно другие производители вакцин не будут иметь возможности предлагать свои адаптированные вакцины против COVID через регулярную систему поставок к концу 27 года. А это в свою очередь ограничит пациентов в праве их выбора других вакцин, если только они за них самостоятельно не заплатят. В свою очередь фармацевтические ассоциации очень раскритиковали подобную ситуацию, они считают, что отсутствие выбора вакцин против коронавируса приведет к дискуссиям в аптеках и кабинетах врачей и также снизит готовность населения к вакцинации. А по их мнению, в дальнейшем, когда вирус будет мутировать, высокий уровень вакцинации в стране очень желательный. Кроме того, врачи также требуют разовую дозу COVID вакцины, так как на данный момент она будет поставлена во флаконок, которые содержат сразу 6 доз вакцин. Это означает, что нужно или сразу привить 6 человек, или же, если только одного, то остальные 5 необходимо или выбросить, или переносить время вакцинации. Как мы видим, в последнее время все больше идет речь про вакцинацию от коронавируса осенью, и многие зрители у нас в комментариях спрашивают, будут ли снова вводить коронавирусные ограничения. На данный момент пока никаких официальных распоряжений, разъяснений по данному вопросу нет. Есть только официальные рекомендации постоянной комиссии по вакцинации, то есть они рекомендуют ревакцинацию пожилым людям, а также определенным группам населения. Как мы уже сказали, в официальных СМИ сообщают, что Германия заключила контракты на поставку конкретной вакцины как минимум на ближайшие 2 года от компании BioNTech Pfizer. Ну а как будет развиваться ситуация с коронавирусом, в том числе и этой осенью, пока ничего конкретного не известно. Если будут какие-либо изменения, то мы, как обычно, будем держать вас в курсе актуальных событий. Но, конечно, будем надеяться на то, что никаких коронавирусных ограничений, как раньше, уже вводить никто не будет. Но и также важно помнить, что вакцинация в Германии абсолютно добровольная, поэтому никто никого не призывает идти прививаться, и это ваше свободное решение. Ночные поезда в Германии уже несколько лет пользуются все большей популярностью. И в связи с этим Deutsche Bahn и австрийские федеральные железные дороги объявили о новых железнодорожных сообщениях. Планируется, что уже с декабря появятся новые возможности для поездок на поездах из Германии в Австрию и обратно. Как сообщили в Берлине, в перспективе будет введено новое сообщение ИЦЕ между Гамбургом и Веной через Берлин и Нюрнберг. Кроме того, ИЦЕ будет также ежедневно курсировать из Берлина через Франкфурт-на-Майне и Штутгарт в Инсбрук. В настоящее время это сообщение осуществляется только по выходным дням. Кроме того, планируются ночные поезда и на других маршрутах, например, из Берлина и Вены в Париж и Брюссель. Вначале эти поезда будут ходить три раза в неделю, а с осени 2024 года ежедневно. Кроме того, что касается билета за 49 евро, то важно отметить, что, например, Франция также хочет ввести билет стоимостью 49 евро по немецкой модели. Федеральный министр транспорта поддерживает подобную идею Франции и призывает к взаимному признанию билета в обеих странах. Президент Франции считает, что дешевый проездной – это отличное предложение для современного общественного транспорта. И он может себе представить, что в будущем билет будет действовать на границах между Францией и Германией, а в долгосрочной перспективе даже по всей Европе. Так что не исключено, что пассажиры, которые пользуются билетом за 49 евро, смогут извлечь из него еще больше выгоды. А на сегодня это были основные актуальные события. Также еще больше полезной информации вы традиционно можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй ютуб-канал, где мы обсуждаем психологические темы и еще много всего интересного без политики. Все ссылки есть в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, отличного вам настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!